Не стоит ненавидеть своих конкурентов. Вы должны их уважать. Конкуренты — это хорошо. На съемках фильма я думаю, что все участники важны в равной степени. Просни зипой, Энспрессо с тобой! Привет всем, кто верит в себя. С вами Эван. Одно мое главное слово — поверь, и я верю в вас. Я верю, что у каждого из вас есть дар, и я хочу, чтобы вы явили его миру. Налейте себе кофе, и давайте посмотрим это видео. Его тема — уважайте своих конкурентов. Представляю вам Джекома. Кто ваш самый страшный конкурент, Амазон или Тенсен? Ну что ж, люди обычно сравнивают нас с Амазоном. Это отличная компания, я уважаю их. Я наблюдал за их ростом. Думаю, они будут развиваться и дальше. Но мы разные. Они занимаются электронной торговлей. Мы этим не занимаемся. Мы позволяем другим людям заниматься электронной коммерцией. Мы позволяем всем и каждому стать Амазоном. То есть, по-вашему, это отличная компания, как и Тенсен? Конечно, я так считаю. Совсем непросто вырасти до таких размеров за менее чем 20 лет. И быть при этом настолько инновационными и проявлять творческий подход. Что касается социальных технологий, мы очень разные. Вы можете найти Амазон в Китае на каждом шагу. Но я их уважаю. Конечно, мы конкуренты. Но это не значит, что я должен их ненавидеть. Не стоит ненавидеть своих конкурентов. Уважайте их. Учитесь у них. Мы с компанией Япония Экспресс вместе занимались благотворительностью, сохранением окружающей среды. При этом мы конкуренты. Несмотря на конкуренцию, мы уважаем друг друга. Я уважаю их. Конкуренты — это хорошо. Они заставляют вас расти. Они заставляют вас стать лучше, сильнее. Они не дают вам расслабиться и профессионально заржаветь. Конкуренция — это великая вещь. Янки нужны Red Sox. Кока-Коле нужен Pepsi. Наса нужен SpaceX. Нам нужны наши конкуренты. Никто не хочет соревноваться с младенцами. Ведь тогда мы будем все время выигрывать, и никто не бросит вам вызов. Вам нужно расти и становиться лучше. В прошлом году я из кожи лез, чтобы получить миллион подписчиков. Моя цель была получить к концу года миллион подписчиков. Когда я понял, что добьюсь этого, я посмотрел на своего главного конкурента в то время, Гэри Вайнерчука. И мне было интересно, кто же получит миллион первым. Возможно, ему было на это наплевать. Но мне нравился этот процесс гонки. Стремиться победить, идти ноздря в ноздрю, и у меня было ощущение, что кто-то меня подталкивает работать больше. Когда он взял перерыв на лето и передал управление каналом своей команде, я был слегка разочарован. Мне было жаль терять эту конкуренцию, ведь я знал, что побью рекорд первым. А сейчас я снова испытываю драйв, потому что он вернулся. Он вернулся в игру и неуклонно наращивает обороты. И теперь уже мне приходится не отставать и расти быстрее. Мне нравится работа Гэри. Я большой фанат его канала. Я не делаю свои видео или работаю над своим каналом только для того, чтобы победить Гэри. Это не сам ацет для меня. Я делаю свои видео, потому что я люблю этот процесс. И мне нравится то, что Гэри делает для всех бизнесменов, как и видео всех тех, кто помогает вам преуспеть. Ваши близкие и те, с кого вы берете пример, помогают вам стать лучше. Недавно один из подписчиков написал мне «Привет, Эван, мне нравится твой контент. Какое-то время я не заглядывал к тебе на канал, а все потому, что ты познакомил меня с Томом Белью. И теории влияния. И я провалился в кроличью нору, не в силах оторваться от его видео. Я ретвитнул это послание Тому, потому что если уж я теряю подписчика, я рад, что он достанется ему. Том все еще позади меня по популярности, но он быстро догоняет. Мне это нравится, и я хочу, чтобы Том стал еще лучше. Если Том станет лучше, это заставит и меня стать лучше, а это большое достижение для сообщества бизнесменов. Уважайте своих конкурентов. Это важно. Да, вы хотите их победить, но они заставляют вас стать лучшей версией самих себя. Это очень сильная движущая сила. Посмотрите на этих бизнесменов, которые пытаются танцевать сальсу. У нас самая большая школа сальсы в Канаде, и я должен сказать, что не отношусь к нашим конкурентам как к соперникам. Я не трачу время на то, чтобы следить за тем, чем занимаются другие школы. По сравнению с ними, мы ушли далеко вперед. Но нам нужен толчок вперед, поэтому я ориентируюсь на настоящих конкурентов. Концерты Питбуля, кинотеатры, бары, где люди проводят свой досуг. Я соперничаю со Старбаксом, с известными спортсменами, с кинотеатрами, словом, с настоящими конкурентами, которые заставляют нас расти и двигаться вперед. Повторяю, мы делаем свою работу не ради конкуренции. Мы любим танцевать сальсу и хотим создать сообщество любителей этого танца. К нам приходят люди без друзей и с пониженной самооценкой, а выходят с кучей новых знакомств, уверенные в себе и улыбающиеся. То, что мы делаем, влияет на их жизнь. Соперничество позволяет вам шлифовать свои навыки и совершенствоваться. Конкуренция дает вам дополнительный толчок вперед, который помогает вам расти и быть лучшей версией самого себя. В качестве бонуса я покажу вам отличные кадры из других видео, а пока я хочу спросить у вас, кого из ваших конкурентов вы уважаете больше всего и у кого смогли чему-то научиться? Оставляйте свои комментарии. Спасибо, что посмотрели это видео. Я верю в вас. Надеюсь, и вы продолжаете верить в себя. И какое бы ни было ваше главное слово, обнимаю вас. До скорой встречи утром за очередной чашечкой Энспрессо. Однажды я побывал в офисе Крепкого Орешка, и там был такой постер на стене. Я помню надпись. Осторожно с теми, кому ты наступаешь на пятки. Они могут принадлежать тому, чью задницу тебе придется завтра целовать. Поверьте мне, я хорошо знаю, о чем говорю. На съемках фильма я думаю, что все участники важны в равной степени. Я знаю имена людей из съемочной команды. Я общаюсь с ними каждый день. Я уважаю их, и спустя годы я встречаю личных ассистентов актеров, и они говорят мне, что им было приятно мое отношение к ним. Они предположить не могли, что я буду милым в общении человеком. Я считаю, что создание фильма – это общая работа многих людей, а актеры, возможно, наименее важная его часть. Ведь если правильно не отрегулировать свет или не прицепить микрофон, никто нас не увидит и не услышит. Так что без работы операторов или специалистов по звуку ничего бы не было. Без сомнения, мы многому научились у каждого из наших конкурентов. И мы их уважаем. Нельзя недооценивать соперников. Всегда уважайте их. Учитесь у них всему, чему только можно. Только так вы сможете победить. Я считаю, что очень важно уважать ваших оппонентов. Я понимаю, вы все хотите победить. Вы можете завоевать доверие окружающих. Где-то вы выиграете, где-то проигрываете. В своей карьере я не всегда становился победителем. Но спорт учит вас. Если вы проигрываете или сталкиваетесь с трудностями, вставайте и с удвоенной энергией принимайтесь за дело. Именно это я хочу сказать вам сегодня. Стремитесь к победе, но уважайте соперников и играйте честно. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите, что меня вдохновляет в других, и что я применяю в своем бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ